Прямой эфир Ну и конечно поговорим о первых результатах этих выборов в соседних Акасии в других регионах страны Сравним нынешние выборы и кампании прошлых лет Ну и также обсудим трехдневное голосование, как оно повлияло на результат, стоило Игра свеч Ну и совсем недавно председатель Крайсберкома Алексей Георгиевич Подушкин закончил свой очередной брифинг Рассказал о первых официальных результатах на выборах губернатора Первые данные привел по явке избирателей Давайте послушаем, что он сказал У нас есть обработано 14,55% протоколов участковых избирательных комиссий по выборам губернатора Красноярского края И хотел бы озвучить предварительные результаты по выборам губернатора края Катюков Михаил Михайлович 70,21% Абсолютное значение 57,339% Грисков Александр Александрович 11,21% В числе 9,156 голосов избирателей Иванова Ирина Геннадьевна 8,27% Или 6,756 избирателей Новак Андрей Петрович 6,03% 4,925 избирателей И маркер Максим Андреевич 1,95% Или 1596 избирателей Ну, как вы понимаете, это пока незначительная часть Конечно, данные будут меняться Но, тем не менее, думаю, на это уже можно ориентироваться Что касается дополнительных выборов депутатов Государственной Думы по 56 округу То здесь количество избирательных участков еще меньше Их всего 23, что составляет 3,7% Но, тем не менее, Еремин Сергей Васильевич 56,53% На втором месте пока идет Гаврилов Григорий Сергеевич 1,35% На третьем месте Семеренко Дмитрий Васильевич 10,13% Серебряков Иван Александрович на четвертом месте 7,55% Кадакина Ксения Александровна 6,09% И Кучерявый Андрей Анатольевич 3,57% На всех избирательных участках здесь пока лидирует Сергей Васильевич Еремин По дополнительным выборам депутата Законодательного собрания края Всего лишь 3,5% уиков А именно 5% отчитались Тем не менее, результаты тоже предварительные озвучу Туманин Алексей Сергеевич 74,51% Калинина Нина Владимировна 5,92% Чавычалова Мадина Мусатовна 5,76% Серебряков Иван Александрович 4,77% Болбат Игорь Анатольевич 4,44% И Кадакина Ксения Александровна 2,63% И прямо сейчас в Краевой избирательной комиссии Находится наш корреспондент Мария Бухтуева Она выходит с нами на прямую связь с последними данными Маша, какие есть предварительные результаты в эту минуту? Добрый вечер коллеги На данный момент обработано практически уже 14-15% проголосовавших И интересная деталь Возможно, это опечатка, возможно, это так и есть В Козульке проголосовали 100% избирателей Вот такой интересный момент Пресс-конференция председателя Краевой избирательной комиссии Закончилась буквально полчаса назад И вот в промежутке между нашим включением И пресс-конференцией, брифингом Алексея Подушкина Также был подход к прессе В Рио губернатора Красноярского края Михаила Катюкова В принципе, как сказал председатель Краевой избирательной комиссии В общем-то, можно уже Тенденции уже понятны В принципе, можно ориентироваться на это Но Катюков все-таки решил Что пока не будет озвучены официальные итоги Никаких комментариев в этом аспекте не давать Но поблагодарил избирателей Которые пришли на свои участки Отдали свои голоса И отметил, что явка в эту кампанию была выше Чем была в предыдущей Но что касается кандидатов в губернатора Красноярского края Здесь вот в пресс-центре Есть такая подробная карта И среди всего Красноярского края Таким красным, насыщенно красным цветом Выделены города, населенные пункты, округа Где тот или иной кандидат занял Пока еще при обработанном количестве голосов Больше, чем где бы то ни было Вот среди таких населенных пунктов лидеров Отмечу следующее Михаил Катюков больше всего набрал в Боготоле Больше 90% голосов, 93% У Максима Маркерта это город Назарова Ирина Иванова, больше всего за нее проголосовали в Девногорске За кандидата КПРФ также голосовала Назарова У Александра Глескова это северная территория Таймырский, Долговненецкий округ Там больше 32% голосов за него проголосовали Ну а окончательные итоги будут уже ближе к полуночи Алексей Подушкин также выступит перед журналистами И озвучит окончательные итоги Ну вот по разным округам Разное количество подсчета голосов Где-то уже обработали, как я уже сказала Практически 100% голосов По Красноярску Также опубликованы Данные Это советский округ Сейчас озвучу цифры У Михаила Катюкова там больше 63% У Александра Глескова около 17% У Ирины Ивановой она на третьем месте 9,5% Это что касается советского района города Красноярска В Свердловском районе в принципе тоже такой же расклад Михаил Катюков лидирует Но у него чуть больше Свердловский район За него проголосовал, чем советский В Кировском районе За Катюкова проголосовали меньше Там 62% голосов На втором месте Александр Глесков Для него это В Свердловском районе именно самый В Кировском, простите Самый значительный показатель Там больше 20% Ирина Иванова на третьем месте По городу Красноярску, по всем округам Вот такая информация к этой минуте Я напомню, что сейчас пока есть данные По подсчету практически 15% голосов Данные будут обновляться Следите за нашим эфиром Который также продлится до полуночи Будьте в курсе самых свежих данных На этом у меня все, коллеги Спасибо, это была Мария Бухтуева Она сейчас работает в эти минуты В Краевом избиркоме И давайте подробнее поговорим Как раз про те предварительные результаты выборов Которые есть к этой минуте Итак, по итогам обработки 14,55% протоколов Лидирует в рио губернатора Михаил Катюков Он набрал 70,21% голосов На втором месте Александр Глесков От партии ЛДПР С предварительным результатом 11,2% Третью позицию пока занимает Ирина Иванова Представительница зеленых Она набрала 8,27% Далее идет коммунист Андрей Новак Его результат 6,3% Закрывает список Максим Маркерт Из «Справедливой России» Он пока набрал 1,95% Подсчет голосов в эти минуты продолжается Интересно, что мы связались с проигравшим кандидатом Александром Глесковым от ЛДПР И он заявил, что признает результаты выборов Тоже важно получить, конечно, обратную реакцию От кандидатов проигравших Можно обсудить ситуацию с коммунистами С кандидатом Новаком Все-таки у нас КПРФ в Красноярском крае Всегда имела такие прочные позиции Всегда на выборах местных и краевых Занимали неплохие позиции Но сейчас кандидат от КПРФ Новак На четвертом месте всего 6% Уже многие политологи называют это откровенным фиаско Для коммунистов эта позиция не свойственна Есть изменения, если сравнивать выборы Эти предыдущие и по явке Явка на выбор губернатора Красноярского края По данным края избиркома На 18.00 составила 33,47% В сравнении с предыдущими выборами Эта цифра также отличается В этом году пришли голосовать больше Да, и вот есть явка по дополнительным выборам В Государственную Думу Там на избирательном участке пришли 33,54% избирателей Чуть больше, чем на выборах губернатора Но на дополнительном выборе В законодательное собрание Явка чуть выше 37,29% Ну и кстати на выборах в Госдуму У нас лидирует Сергей Еремин Наш бывший мэр Он тоже с большим отрывом У него 56,53% После обработки Практически 4% протоколов В участковых избирательных комиссий Да, следом за ним мы видим В списках Гаврилова Но пока разрыв у нас достаточно заметный И позволяет нам говорить о том Что преодолеть его будет уже вряд ли возможно Давайте подробнее поговорим о голосовании Что происходило в течение трех дней Мы с вами выбирали губернатора Красноярского края Также на территории региона Проходили до выборы в Госдуму И в законодательное собрание На пост губернатора баллотируются 5 кандидатов Это Александр Глесков от ЛДПР Ирина Иванова от Зеленых Михаил Котюков от Единой России Максим Маркерт от Справедливой России И Андрей Новок от КПРФ Также из-за смерти депутата Виктора Зубарева в Госдуме Освободился мандат по Девногорскому округу В него входят Октябрьский И железнодорожные районы Красноярска А также поселок Солнечный И районы Красноярского края На это место сейчас претендуют 6 человек Это экс-мэр Красноярска Сергей Еремин от Единой России Это Ксения Кадагина от Справедливой России Григорий Гаврилов от ЛДПР Андрей Кучерявый, выдвиженец Яблока И Дмитрий Семеренко от КПРФ А также Иван Серебряков от Партии Родина Голосовали жители Красноярска В эти три дня Из-за депутатов в городской совет Выбрать должны 36 человек Также в ноябре из-за отставки Вице-спикера Сергея Попова Освободился мандат В законодательное собрание Красноярского края Он избирался по Назаровскому округу Входят города Назарова, Боготол, их районы А также Тюхтецкий район Поэтому проголосовать за кандидатов В депутаты ЗАГС собрания могли жители Именно этих территорий Прямо сейчас на прямую связь со студией Выходит политолог Сергей Комарицын Сейчас с ним обсудим результаты Предварительные результаты выборов В Красноярском крае Сергей Гуриевич, как меня слышно? Привет, Виталий, слышу, хорошо Сергей Гуриевич, 70% у Котюкова Для вас это неожиданный результат? Ну, в принципе, это совпадало с прогнозами И нашими, и всех социологических служб За несколько дней, когда был круглый стол Где ведущие социологические службы давали Свои оценки, они называли там 71% Мой личный прогноз был 68% Ну, это где-то, так сказать, в пределах Такой статистической погрешности Здесь ничего неожиданного нет И неожиданное, действительно, я услышал ваш эфир Это четвертое место нового Потому что все-таки у КПРФ есть партийный электорат И, ну, наверное, еще не очень много, так сказать, пока подсчитано Участков Думаю, что, возможно, так сказать, его показатели увеличатся Потому что, действительно, что-то слишком мало у него получилось Хотя, с другой стороны, это была засушенная со стороны КПРФ Избирательная компания Они ее слили, они ее не вели Кто такой молок вообще никто не знает Потому что это совершенно не публичный человек Они не занимались ни губернаторской компанией Ни компанией в городской совет Ну, поэтому, наверное, объективно то, что они получили Сергей Гуревич, что касается явки, которую мы видим сегодня Ее тоже широко обсуждают Козулька, по предварительным данным нашего корреспондента Который работает сейчас в избиркоме, вообще показывает Едва ли не стопроцентный результат В среднем, по краю, у нас за 33% Это все-таки в рамках погрешности Чуть меньше 30, чуть больше Или это говорит об изменении поведения избирателя? Нет, ну, сто процентов быть не может Потому что так просто не бывает Есть, естественно, механическое движение, так называемое Кто-то умер, уехал, переехал за это время У кого-то кто-то попал в больницу Так не бывает, сто процентов Вообще у нас разница по явке и, кстати, по результатам Между разными территориями внутри Красноярского края Она достаточно большая всегда Там до 40% доходит Сейчас мы увидим там где-нибудь на Таймире Результаты во втором Таймирском округе Я думаю, что они там будут далеко за 80, за 90 За Михаила Михайловича И по результатам и по явке Вот эта разница, она довольно большая Я удивился только по Зеленогорску и Железногорску Что у них выше, чем средние показатели по краю Такого раньше не бывало По некоторым другим территориям Протестные территории Березовский, Октябрьский район В городе Красноярске Там явка значительно меньше Ну и результаты, наверное, там немножко другие будут Но в целом В общем-то не знаю, какую роль сыграло Административное Вот это вмешательство Оно было, собственно, это не секрет Когда там людей В общем, как бы Не скажу принуждали Но пытались, так сказать Стимулировать их участие в голосовании Насколько это сыграло в явке Но вообще Вот этот результат По городу он точно совпадает С прогнозом по краю Он чуть выше, чем был прогноз Но если мы рядом возьмем соседей Там в Кемеровской области 80% А в Алтайском крае 25% Ну вот, видите, тоже разница огромная Это зависит от, мне кажется От административных возможностей Сергей Григорьевич, а вот если вернуться к выборам губернатора Вот сейчас после обработки 14,5% протоколов у ИК На втором месте Глисков У него 11% с копейками процентов А Иванова на третьем 8,2% В принципе, между догоняющими небольшой разрыв Как считать, а кто будет вторым? Нет, ну вторым, я думаю, будет Глисков Это все прогнозировалось Значит, конечно Он тоже не вел кампанию Это была имитация кампании Я думаю, что у него не было возможности Потому что у него официальный бюджет Ну, то, что было на счету Там у него всего 2 миллиона было Это 80 раз меньше, чем у кандидата От «Единой России» Ну, малобюджетная была вообще кампания Думаю, что у него ресурсов вообще никакого не было Для ведения кампании Поэтому вот этот вот результат В 12-13% он прогнозировался Вот он и есть А все-таки, Сергей Григорьевич Почему, думаете, вот Ни Глисков, ни Иванова, ни Новак И ни Маркер Не смогли достойную конкуренцию, что ли Составить Котюкову? Почему все-таки такой огромный отрыв? Действительно не было ресурсов, денег У нас так было У нас те вот выборы В полном смысле этого слова Которые конкурентные, ресурсные Когда общество было задействовано В этом избирательном процессе Они последний раз были в 2002 году 20 лишним лет назад А потом, когда, так сказать, вернули Губернаторские выборы Они были с прогнозируемым результатом В общем, тут как бы все понятно Здесь вообще ничего неожиданного нету Так было и с Толоконским Так было и с Александровичем Мусом И так было и с Михаилом Михайловичем Это, в общем-то, как бы все прогнозировалось Вот, скажем, соседи наши Которая, виноутробная наша, так сказать, Хакасия Где была не совсем, так сказать, предсказуемая ситуация Это был единственный регион Это было исключение из общей картины Вот там действительно была интрига У нас ее не было Ну, собственно, тут как бы все понятно Спасибо большое Продолжается наш эфир Продолжаем в прямом эфире вместе с вами Следить за тем, что происходит с результатами голосования Как меняются данные Что происходит в Крайсберкоме Где сейчас идет подсчет голосов И как меняется картина к этой минуте Итак, Михаил Катюков набирает 70,49% голосов на выборах губернатора Красноярского края После обработки 30,44% протоколов участковых избирательных комиссий Есть предварительные результаты до выборов депутата Госдумы По Девногорскому одномандатному округу номер 56 Итак, после обработки 3,7% протоколов Лидирует Сергей Еремин Он кандидат от Единой России Он набирает 56,5% голосов Далее идет Григорий Гаврилов Он представляет партию ЛДПР У него 11,35% голосов Дмитрий Семиренко на третьем месте от КПРФ У него 10 с небольшим процентом Далее Иван Серебряков от Родины 7,55% Затем идет Ксения Кадакина от Справедливой России За правду У нее 6% с хвостиком Далее Андрей Кучерявый Партия Яблока 3,6% В течение всего эфира мы обращаемся к актуальным данным Которые приходят из краевого избиркома Подсчет голосов в эти минуты продолжается Явка на этих выборах По данным края избиркома на 18.00 составила 33,54% Наши корреспонденты, которые прямо сейчас работают в Крайсберкоме Передают данные о том, как проголосовали за губернатора в крупных городах края Здесь сюрпризов мало Почти везде с большим отрывом лидирует Михаил Котюков Далее идет Александр Глесков и замыкает тройку лидеров Ирины Иванова Здесь речь идет про Ачинско-Балахтинский, Березовский, Боготольский и Советский район Красноярска Небольшие аномалии все же есть Так, например, в Норильске на вторую позицию вырвался Андрей Новок Та же история в Шушинском районе, в городах Минусинск и Боготол Ровно та же картина Прямо сейчас мы следим за тем, как обновляется информация И в Краевом избиркоме понимаем, что сегодня выборная история распространяется на всю Россию Огромное количество регионов голосует к этим данным Мы тоже обратимся сегодня и посмотрим, где какие аномалии есть Хотя, честно скажем, их на редкость мало Хотя до выборов эксперты несколько таких интересных точек на карте России обозначали В том числе по выборам в региональный парламент Называли Якутию, Бурятию, Иркутск, Архангельск Как места, где есть какая-то жизнь политическая Какая-то история, хотя бы привлекающая внимание Не такая предсказуемая, как в других регионах России Ну да, в этом смысле Красноярский край не преподнес каких-то сюрпризов Их особо здесь не ждали Действительно, у главного кандидата Михаила Котюкова были ресурсы Более там 40 миллионов на счете на избирательном Правильно Камарицын, политолог Камарицын говорил, что у других было кратно меньше денег Возможности административного ресурса Ну и, кстати, вот, может быть, расскажу о данных о нарушениях Которые сегодня узнал в Краизбиркоме Всего три жалобы Краизбирком За три дня Да, рассмотрел, считай, в день по жалобе Конечно, сообщений о нарушениях было около 200 Которые поступили на горячую линию Там самые разные были сообщения Допустим, кто-то не доехал Точнее, члены участковых избирательных комиссий Не доехали до тех избирателей Которые просили о надомном голосовании Многие просто остались фактически без выборов К ним так и не приехали Ну и такие нарушения уже традиционные Для нас это умершие в списках До сих пор списки избирателей не очищены от таких казусов Местные органы власти за эти списки отвечают И они здесь, конечно, не дорабатывают Ну и также жалуются избиратели на то, что приходят на выборы А их в списках просто нет Я могу включить себя в этот список У меня ровно такая же картина сегодня Хотя смена прописки у меня произошла больше, чем год назад То есть за год информация не обновилась И сегодня я себя в списках на своем участке не нашла Пришлось дооформляться отдельно Может быть, такие истории также влияют и на явку Которую сегодня активно обсуждают Явка на выборы губернатора в этом году выше, чем была в годы предыдущие Так, по данным Крайсберкома На 18.00 10 сентября явка составила 33,47% Для сравнения, на выборах в 2018 году, когда победил Александр Рус Общая явка составила только 28,94% Но в 2014 году, когда губернатором избирали Виктора Толоконского 31,26% Так менялись показатели В этом году основной поток избирателей пришел как раз на участке 8 сентября в первый день голосования По итогам первого дня явка составила уже 14,75% Но после закрытия участков 9 сентября этот показатель вырос до 24,22% Ну и по данным на 18.00 10 сентября, я напомню, явка составила итоговая 33,47% По последним данным, самым 33,54% явка Ну вот интересно сравнить с явкой на выборах предыдущих губернаторов Тогда был один день, мы голосовали, да, победила УС И тогда явка была 29% Сейчас, хоть и непонятны последние данные по явке Но примерно понятно, что она будет где-то 34,35, может 36% Стоила ли игра свечи в этом смысле? Там голосовали один день и практически столько же за три дня пришло Мне кажется, здесь есть повод для того, чтобы подумать Обще оставлять ли это трехдневное голосование Я напомню, это трехдневное голосование ввела Центральная избирательная комиссия Для нас, ну, может стоить подумать Тем более, когда мы понимаем, что финансовый ресурс, который на это затрачивается напрямую От количества дней тоже зависит Давайте обратимся к федеральной повестке Посмотрим, что у нас происходит по регионам России Где также сегодня голосовали Где трехдневное голосование также завершилось именно этим вечером Что у нас происходит по стране Итак, в Москве за минувшие три дня выбирали мэра По последним данным, явка там достигла почти 40% На пост баллотируются пять кандидатов В том числе действующий мэр Сергей Собянин от партии «Единая Россия» Также Борис Чернышев от ЛДПР и Леонид Зюганов от КПРФ Избирательные участки в Москве закроются меньше, чем через полтора часа Выборы проходят также и в других регионах, где также сейчас подсчитывают голоса Например, в соседней Новосибирской области избирают главу регионам По последним данным, на выбор губернатора там пришли 29,66% После подсчета 28,00 протокола То есть, еще понимаем, цифра ничтожная в Новосибирской области Но уже есть результат Лидирует действующий губернатор Андрей Травников Он набрал 72,65% голосов Также у нас есть раскладка по другим местам Там, кстати, на втором месте как раз КПРФ У него 11% на голосование за главу Хакасии явка выше, чем в Новосибирской области Там, по последним данным, у нас проголосовали 36,07% Лидирует пока действующий глава республики Валентин Коновалов от КПРФ После подсчета 1,06% протоколов Он набрал 60,07% голосов В том числе, федеральную повестку мы продолжим обсуждать с экспертами Которые присоединяются к нашему эфиру Прямо сейчас политолог Виктор Александрович Потуремский Присоединяется к программе новостей ТВК И очень хочется спросить вас Первые результаты ЦИК уже появились Катюков у нас лидирует абсолютно У него практически 70% даже с копеечками Ваш комментарий по этому поводу? Ну, ожидаемый результат Собственно, этот прогноз и давали коллеги с ЦИОМ Что результат у Михаила Михайловича будет около 70% Собственно, мы видим подтверждение того, что социология достаточно строгая наука Мы имеем ровно этот результат Тем не менее, считаю, что для региона происходят, на мой взгляд, очень серьезные изменения Регион, по крайней мере, с точки зрения работы региональной власти Будет более интегрирован в областную вертикальность Виктор Александрович, а все-таки вот почему люди проголосовали за Катюкова? Какие факторы здесь сыграли? Молодой он? Новый? Почему? Молодой, новый, на компетентный Другой, в том числе усталость от предыдущего руководителя региона То есть, все это дало, собственно, тот результат, который был Ну и, собственно, что удалось Катюкову? Катюкову удалось показать свою компетентность, свое соответствие претензиям на должность высшего должностного лица региона Про явку также хочется спросить Как вы оцениваете результаты? Можно ли говорить о том, что заинтересованность в политической жизни Немного изменилась и в положительную сторону за последние годы? Или все-таки это картина привычная? И выше 30% мы так и ожидали Явка, прогноз явки по регионам, по выборам высших должностных лиц региона Был 30-40% Давайте зафиксируем, что у нас нет федеральной компании У нас есть региональные компании Поэтому совпадения быть не может То есть, то, что условно Явка в Новосибирске столько, а на Алтае столько и в Красноярске должна быть такая же Этого просто не может быть В этом смысле Явка в Красноярске – это отражение общественно-политической повестки региона Это отражение заинтересованности людей Ну и, собственно, косвенно в том числе показывает, что, ну, скажем так, люди чувствуют некую уверенность И на выборы просто не идут То есть, они считают, что, собственно, все нормально Не нужно посылать никакой сигнал власти И на выборы не идут Виктор Станович, а вот мы мало обсуждаем результаты голосования в Красноярский городской совет Но, по предварительным данным, Единая Россия чуть ли не все одномандатные округа забирает И по спискам тоже лидирует Как считаете, почему все-таки оппоненты не смогли достойно конкуренцию составить здесь? Ну, не хотелось бы произносить сакраментальную фразу, что ЛДПР на старте компании традиционно выглядит лучше, чем на финише Но, тем не менее, это имеет место быть Повестка Красноярская очень понятна, очень ожидаема И в условиях так называемого Донбасского консенсуса Когда партия власти получает некие преимущества и достаточно значимые Мы имеем тот результат, который имеем Ну и хочется спросить про историю с КПРФ Коммунистическая партия у нас традиционно, предсказуемо обычно оказывалась в тройке лидеров на выборах Но не в этот раз С чем вы связываете фиаско коммунистов? И можно ли ситуацию назвать именно таким термином? Мне очень нравится ваша оценка Я повторю, да, это действительно фиаско Это очень серьезный кризис И здесь есть две составляющие Первая составляющая, это, безусловно, региональная Очень плохая история партии КПРФ в край Я, как человек, достаточно давно занимающийся региональной политикой Помню тот массовый исход и скандалы, которые сотрясали региональные отделения Ну и второе слагаемое, это ситуация федеральная То есть на самом деле КПРФ очень плохо попадает в повестку Несмотря на все преимущества, которые есть для коммунистов в современных актуальных темах Они каким-то образом не уудряются даже отвечать и поддерживать выгодные для них темы И, ну скажем так, ситуации, которые складываются в стране и за пределами страны Кадровый голод, размытость повестки И в результате мы имеем очень стыдный результат для партии Которая претендует на то, чтобы называться главной оппозицией в стране Виктор Александрович, большое спасибо за эту оценку С нами был Виктор Патуремский Мы обсуждали предварительные результаты голосований и выборов в Красноярском крае Продолжим это обсуждение после небольшой паузы Вернемся в эту студию Новости ТВК работают в прямом эфире В прямом эфире мы с вами следим за тем, как меняются данные от Центра избиркома краевого И что будет происходить дальше, вы узнаете самыми первыми Не переключайтесь Это прямой эфир, сегодня в этой студии обсуждаем предварительные итоги Выборов губернатора, гурсовета в Красноярске вместе с вами Ну и готовы делиться самыми последними новостями об этом Сегодня в течение всего дня корреспонденты новостей ТВК работают на избирательных участках В разных точках Красноярского края Наш коллега Полина Михальчук следила за ситуацией, которая разворачивалась в 151 школе И уже есть данные с участка номер 2312 Итак, согласно им, в выборах губернатора на конкретно этом участке За Михаила Кутюкова проголосовали 383 избирателя За Александра Глескова 88 За Ирину Иванову 56 Андрей Новак получил 16 голосов Максим Маркерт 6 Члены комиссии также подсчитали количество голосов за депутатов горсовета Там тоже есть в своем распределении Там первое место по голосам заняла партия Единая Россия Она собрала на избирательном участке 237 голосов ЛДПР на втором месте получили 112 Партия Зеленые 64 Новые люди 31 голос Коммунистическая партия 21 Справедливая Россия 20 Последними по рейтингу оказалась партия пенсионеров За них проголосовали 17 избирателей Далее у нас идет партия Яблоко 12 голосов За Родину 6 Против всех кандидатов проголосовали 26 красноярцев Еще один одномандатный округ рассмотрим 17 избирательный округ 235 избирателей проголосовали за Ольгу Курыгину от Единая Россия За Романа Рыбакова от ЛДПР 95 За Андрея Веселова 40 За Михаила Костюка от Справедливой России 26 24 голоса получил Дмитрий Кузнецов от ЛДПР 23 голоса Михаил Шаповалов от партии Зеленые И Тимрас Мамедов от Коммунистической партии 16 Еще пять голосов Александр Стефаниев Ну а на соседнем участке номер 2311 За Михаила Котюкова проголосовали 404 избирателя За Александра Глескова 92 За Ирину Иванову 56 Андрей Новак получил 38 голосов Максим Маркерт 4 Выборов депутатов Горсовета По общетерриториальному избирательному округу Первое место по голосам также заняла Единая Россия Она собрала на избирательном участке 252 голоса ЛДПР получили 103 голоса Партия Зеленые 57 Новые Люди 27 голосов Коммунистическая партия 46 Справедливая Россия 21 Последними по рейтингу оказались партия пенсионеров За них проголосовали 15 избирателей За Яблоко 11 За Родину 8 Против всех кандидатов проголосовали 28 красноярцев По одномандатному 17 избирательному округу 234 избирателя проголосовали также за Ольгу Курыгину от Единой России За Романа Рыбакова от ЛДПР 80 За Андрея Веселова 46 человек За Михаила Костюка от Справедливой России 35 человек Еще 41 голос получил Дмитрий Кузнецов от ЛДПР 20 голосов Михаил Шаповалов от партии Зеленые Тимрас Мамедов от Коммунистической партии 29 Александр Стефаниев только 2 голоса Все к тому идет, что у нас в Горсовете будет пока 3 партии Это Единая Россия, ЛДПР и Зеленые Пока по предварительным результатам Ни новые люди, ни другие партии просто не попадают в Горсовет И судя по всему у Единой России будет подавляющее большинство В нашем Красноярском парламенте Да, когда рассматриваем ситуацию на отдельных участках Видим одну и ту же тенденцию Можем уже понимать, что будет происходить в избиркоме сегодня В течение этой ночи, когда будет завершаться подсчет голосов И та картина, которую завтра во второй половине дня огласят официально Она уже сейчас начинает проясняться И уже понятно, что будет происходить дальше Да, ну и выборы в Красноярском крае, как и в целом по стране Проходили три дня с 8 по 10 сентября И, как говорят председатели участковых комиссий И наблюдатели В этом году обошлось без больших очередей Грубых нарушений также не фиксировали За голосованием в Красноярске следила Виктория Потапенко Какой была обстановка на избирательных участках И что о выборах говорят сами горожане Смотрите в ее сюжете Я сейчас нахожусь на избирательном участке номер 434 Располагается он в микрорайоне Зеленая Роща В одной из школ на улице Джамбульская По словам председателя участковой избирательной комиссии Желающих проголосовать сегодня в воскресенье немного Но в целом все проходит без каких-либо нарушений и эксцессов На этом участке об очередях из избирателей говорить Не приходится Работников избирательной комиссии и наблюдателей Здесь намного больше, чем желающих проголосовать По словам председателя этого избирательного участка В этом году на выборы приходят в основном пенсионеры На нашем избирательном участке желающих проголосовать немного В течение трех дней у нас всего пришло около 17 процентов зарегистрированных в списках Поэтому это низкая достаточно явка За предыдущие два дня у нас примерно одинаковое количество людей пришло По большей части, больше все-таки это люди пожилого возраста Более сознательные, видимо Не сильно оживленно и на других участках В этом году голосование в крае проходит в три дня 8, 9 и 10 сентября Как говорят сотрудники УИКов, больше всего желающих отдать свой голос было в первой половине дня пятницы В субботу многие красноярцы разъехались по дачам Все-таки сбор урожая никто не отменял Поэтому второй поток избирателей пришелся на вечер воскресенья В какое вообще время сегодня самая большая явка Хочет всего людей когда приходит? Когда приходят электрички Когда приходят электрички, люди возвращаются с дачи особенно люди среднего и старшего возраста Многие прям проходят на участке с вокзала и голосуют Если раньше избирателей завлекали песнями и музыкой проводили ярмарки и даже устраивали концерты то сейчас обстановка скорее деловая Только на одном участке Свердловского района мы встретили ностальгические пирожки и ватрушки Еще на одном участке в центре города обстановку разряжало радио Такая уже редкость на марселе автомобилей из Японии Что касается подсчета голосов то в этом году все урны для голосования электронные То есть все бюллетени обрабатывают в автоматическом режиме а не вручную В целом все сотрудники избирательных комиссий как один говорят Никаких нарушений не фиксировали Председатель края избиркома Алексей Подушкин подтверждает Обращения от жителей поступали но грубых нарушений выявлено не было Сами красноярцы говорят, что ждут от нового губернатора и депутатов решения их насущных проблем Вспоминают про дороги, метро, вырубку леса и благоустройство Чего ожидаем? Ожидаем перемен к лучшему По крайней мере, чтобы было не хуже Чтобы также благоустраивался, расцветал наш город, край Чтобы улучшалось социально-экономическое положение и в целом города, края, каждого человека в отдельности Прежде всего, например, с вырубкой леса У нас очень много, в смысле, пустых мест и бесконтрольных вырубок То есть в лес пойдешь, когда даже за грибами там что-то еще То есть пеньки, пеньки, пеньки Ну, само по себе, как обычно, для всех проблема дороги Особенно где-то в поселках, не поселках, а вот между городами Это очень существенно Изменения вообще обстановки в целом Ну, например, дороги у нас оставляют желать лучшего Вот школы, детские сады, инфраструктура Оно насчет метро тоже, конечно, несомненно, это важная тема Работать, работать и работать В отличие от предшественников Я думаю, что там нужно прикладывать максимум усилий Для того, чтобы наш край процветал Но сбудутся ли эти надежды красноярцев И как скоро это произойдет, покажет время Виктория Потапенко, Вячеслав Кибиков, Новости ТВК Прямо сейчас мы продолжаем эфир Продолжаем обсуждение итогов голосования Трехдневного, которое проходило и в том числе В Красноярском крае, как и по всей стране Обсудим эти итоги с Евгением Минченко Политолог подключается к нашему эфиру Здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, здравствуйте, слышу вас хорошо Евгений, 70% у Кутикова пока Не слишком ли много вообще-то? Ну, нормально Слушайте, ну, честно говоря, могло бы быть и больше Учитывая тот факт, что безупречная репутация Местный, который, как сам он говорит, был в командировке В федеральных органах власти действительно открытый Коммуникабельный, ну, как бы, что бы не 70% Вполне могло бы быть и больше При этом это же не халявный результат Была, в общем, на мой взгляд, очень хорошая компания Глискова конкурентная Александр действительно старался Это было не на отвали Ну, на мой взгляд, одна из самых конкурентных компаний В стране, наверное, вторая по конкурентности После Хакасии И, тем не менее, Михаил Михайлович Очень достойно себя показал Вот показатели Глискова как раз были из разряда предсказуемых Мы понимали, что есть электорат, есть аудитория, которая проголосует Но третье место, которое сейчас у Ивановой Заставляет многих обсуждать А почему так? Тем более цифра очень близкая к Глискову Почему так сложилось? Это часть бренда партии, которая вытащила Что-то, что не так случилось Или, наоборот, что пошло очень хорошо Что процент в итоге такой Ну, честно говоря, на мой взгляд Вот кто вел компанию на отвали Так это коммунисты Ну, как бы экологическая проблематика В топ-3 в Красноярском крае На протяжении последних лет 10, наверное Еще со времен преснопамятного Енисейского феррославного завода Поэтому, конечно же Экологическая проблематика Дается вот этот вот гэп Думаете, вторым все-таки будет Глисков? Потому что пока разрыв с Ивановой небольшой Ну, как бы, по крайней мере Денег он потратил гораздо больше Ресурсов гораздо больше У него есть опора В Красноярске Поэтому, ну, на мой взгляд Это было бы логично Но не удивлюсь, если действительно За счет экологической проблематики Иванова выйдет на второе место Вот это вполне может быть Как сигнальное голосование Типа, нас волнует экология А не мы любим Иванову А нас волнует экология Ну, примерно так Первые результаты уже есть Первые цифры предсказуемы Понятны И распределяются Так, как об этом говорили Эксперты накануне Было ли что-то В ходе голосования сегодня В тех результатах Которые уже появились Что вас удивило Или хотя бы обратило на себя Внимание Как нечто интересное В этой не самой Заинтригованной кампании Ну, я думаю Красноярский горсовет Все-таки 17 мест Выигранных единороссами Это круто Ну, и учитывая Что в прошлый раз ЛДПР заняла первое место В этот раз По партийным спискам Единая Россия Два раза опережает Жириновцев Притом, опять же Что ЛДПР вела Очень активную кампанию Но это, на мой взгляд Большая заслуга В первую очередь Конечно, Михаила Михайловича Катюкова Технические проблемы У нас возникли в эти минуты Пытаемся восстановить Связь с экспертом И услышать окончание Этого рассуждения На самом деле Это как раз Одна из самых контрастных ситуаций Если рассматривать изменения Сравнивать предыдущее голосование Это голосование Как распределяются голоса В городской совет Здесь большая разница Которая заметна И которая точно вызывает Интересы аналитиков Мы восстановили связь С Евгением Минченко Евгений, вот хотел обсудить С вами трехдневное Голосование На прошлых выборах Губернатора Мы один день голосовали И явка была 29% В этот раз Три дня И явка около 35% Судя по всему будет Стоил ли игра свеч Потому что в пятницу Допустим Все равно бы пришли Те же люди По сути Слушайте Все равно Это веление времени Социология показывает Людям удобно голосовать Несколько дней Людям удобно голосовать Электронно Поэтому Никуда мы не денемся Видимо уже веление времени Что касается федеральной повестки Что-то сегодня привлекло Ваше внимание Какие-то отдельные регионы Где действительно были вопросы Возможно Да Действительно В Хакасе интересны Были выборы До определенного момента Можно так сказать Ну и сейчас У нас есть Предварительные новые данные По выборам В Горсовет Красноярска Давайте посмотрим На эти цифры Действительно По предварительным данным По выборам В Красноярске Городской совет Сейчас их публикует Вице-губернатор края Сергей Пономаренко Итак Партия Единая Россия По спискам В Горсовет Красноярска Набрала В два раза больше Голосов избирателей Чем ставшая Второй партией ЛДПР Об этом было сообщено В телеграм-канале Несколько минут назад Пономаренко Также добавил Что Единая Россия Побеждает Во всех 18 одномандатных Округах В Горсовет Вот так Оглушительная Да Оглушительная победа Потому что Судя по всему По одному округу Какие-то были вопросы По-моему Это пятый округ Правобережья Там мог Кандидат от ЛДПР Победить Плютов Но судя по всему Все-таки Единая Россия Всех обскакала Давайте посмотрим Что у нас еще По законодательному собранию Там также Напомню Были дополнительные выборы Депутата законодательного собрания По Назаровскому Одному Одному Избирательному округу Номер 12 Так обработано 3,5% Протоколов комиссии По этим результатам Лидирует сейчас Алексей Туманин Единая Россия 74,5% Нина Калинина Следующая 5,92% Вот такой разрыв Мадина Чавычалова 5,76% Далее идет Иван Серебряков 4,77% Игорь Болбат Это партия пенсионеров 4,44% Далее Ксения Кадакина Справедливая Россия За правду 2,63% Есть также новые данные У нас по выборам В Верховный совет Хакасии Там КПРФ И Единая Россия Идут почти в ровень КПРФ Получает 37,24% Единая Россия 36,23% Вот точно сейчас Федеральные эксперты Следят прежде всего За этой повесткой Как следим и мы Будем продолжать это делать В течение этого прямого эфира До полуночи Вместе с вами Будем смотреть Как меняются цифры Сравнивать их Конечно Анализировать Не пропускайте эфир Прямой эфир Вы смотрите телеканал ТВК Мы продолжаем Специальный прямой эфир Прямо сейчас Конечно Он посвящен Главной политической теме Этих суток И последних трех дней Это выборы И результаты Первые результаты Мы с вами наблюдаем Прямо сейчас В прямом эфире В соседней Хакасии Уже подвели первые итоги выборов Явка в регионе Составила 36,70% После обработки Одного Почти двух процентов Протоколов Лидирует действующий Глава республики Хакасия Валентин Коновалов По информации к этой минуте Он набрал 60,07% голосов Вторую строчку Занимает Михаил Молчанов От ЛДПР У него 16,11% голосов На третьем месте Коммуниста Владимир Грудинин У него чуть больше 13% Ну и сейчас На избирательных участках Также продолжается Подсчет голосов Процедура Эта будет длиться Примерно до полуночи Как только будут обработаны Все бюллетени Каждый участок Будет обязан внести Итоговый протокол С явкой и распределением Голосов Свою информацию В автоматизированную Систему Предварительные результаты Выборов в Красноярском крае Мы узнаем уже завтра После обеда Однако официальный Итог выборов Будет на заседании Все-таки оглашен Уже на следующей неделе Только после этого Кандидаты будут признаны Официально избранными До этого Не будет считаться Процедура Полностью соблюденной Давайте вернемся В Хакасию Поговорим с экспертом О том Что же там происходило Самое интересное По мнению многих Аналитиков Компания Именно если сравнивать Разные регионы Это была Хакасия Депутат Верховного Совета Республики Хакасия На Роман Амрафиков Присоединяется К нашему эфиру Здравствуйте Слышите ли вы нас И что думаете О первых данных Как вы их оцениваете Добрый вечер Ну Очевидно Что случилась Сенсация Я так понимаю Что единственный регион Российской Федерации Где КПРФ Опережает Ну по крайней мере Пока идет подсчет голосов Партию власти Единой России Естественно Валентин Рогович Коновалов Получает дополнительный Как бы Шанс На очередные пять лет Своего избирателя Его поддерживает Большинство избирателей Республики Хакасия Несмотря на то Что Хочу напомнить Что сегодня у нас В течение трех дней Работало 373 Избирательных участка 800 камер Более 60 Каибов Установлено было Это объясняет то Что все таки Выборы были Объективными И на самом деле Выборы объективные Кажется существуют В России По крайней мере По кассе А как это можно объяснить У нас вроде бы Соседние регионы Но здесь мы видим Откровенная фиаско КПРФ И не видим их Даже попадания в тройку Здесь соседняя Хакасия Казалось бы И такой перевес Это какая-то Личностная история Привязана именно К персоне К вниманию Возможно К ней Какому-то доверию Со стороны местного населения Или все таки Партия там работает По-другому И не проваливает Компанию Как об этом говорят В Красноярске Ну или может Это связано Просто с административным Ресурсом Который есть У коммуниста Коновалова Да В этой ситуации Я бы этот момент Именно обозначил Во-первых Коновалов работал 5 лет Все-таки Какой-то Может быть Не административный ресурс А какое-то Личное отношение К чиновникам К группам Избирательных комиссий К населению У него уже сложилось Какое-то Взаимодействие Какой-то мостик Традиционный Складывается Как у руководителя С регионом И это состоялось Более того В какой-то степени Действительно Он отработал По крайней мере Не на пятерку Но хотя бы на Четверку Это точно Я Будучи депутатом Верховного совета Констатирую этот факт Была большая работа Проделана Единственный недостаток Валентина Коновалова В его команде У него не было Хороших специалистов Не было Квалифицированных замов В этом плане Наверное Он сейчас пересмотрит Свою позицию И перезагрузит Обстановку В правительстве В аппарате Вы помните Ситуацию с криминальными Событиями Несколько замов У него попали Под уголовные преследования Сидят там По разным Причинам По взяткам И По различным Урагам Событиям Но тем не менее Думаю Что сейчас Он перезагрузит Свою команду И по крайней мере Делает все Чтобы показать себя И проявить Свою позицию Более эффективным Губернатором Что касается Вашей явки Тот процесс Который политически Складывается Внутри региона То ощущение Какой-то конкурентной Борьбы И интриги Влияет на Внимание Электората Количество Людей Которые приходят На избирательные Участки Вы знаете Здесь ситуация Особенная Во-первых Мы были свидетелями Того Что был Реальный оппонент Сергей Сокол Была вроде бы Такая Стандартная Процедура Избирательного Процесса Был Действующий Губернатор И был вроде бы Как бы Поданный Из Москвы Реальный Конкурент Здесь случается Форсмажот Сергей Сокол Уходит на больничный И избиратель Просто запутался И вот этот тупик Нестандартный Он по всей видимости Повлиял на Развитие событий И в том числе И с Партийными успехами Единой России Поскольку По всей видимости Сергей Сокол Он был еще Лидером Регионального отделения Единой России Пока Лидера не стало Ну как бы Он уехал На лечение И в этой связи Произошел коллапс Ну может быть Здесь есть Какие-то иные причины Но мы именно Как депутаты Видим в этом Что лидер Уходит И вся Конструкция Сыпается Думаю Что в этой связи Единой России Делает определенные Выводы Наверное Будет опять Искать Причины И планы На реализацию Такого реванша Но в этом году В этом сезоне События реванша Не случились Роман У вас еще Выборы же В Верховный Совет Идут И там Я так понимаю Ноздря в Ноздрево Единая Россия И КПРФ Как думаете Кто все-таки Займет большинство мест Кто там будет Властвовать Вы знаете В прошлом В 2018 году У нас сложились Такие Цифры Единая Россия Когда опережала Процентов на 8 По-моему Или на 9 КПРФ Но тем не менее КПРФ составляла Определенную Как бы Оппозицию Что ли Единая Россия Организовывала Коалиции Различного рода И каким-то образом Выходила из ситуации Здесь у КПРФ На этих выборах Сегодня Позиции более Успешные И мы видим Очевидно Что КПРФ Может быть Ноздревно Где-то чуть-чуть Опережает Но это существенное Преимущество С тем О положении ДО Которые были 5 лет назад Более того Мы не знаем Сегодня же Еще второй Процедуры Составляющей Это одномандатные Круга Как там Сложатся выборы Каким образом Будет выстроена Композиция Кандидатов Кто из Наших кандидатов Победит На одномандатных Кругах Очень серьезно Поменяет Картину И конструкцию Всего Верховного Совета Поэтому я думаю Что на этот Случай Рано еще Подождем До полного Почета голосов И тогда будет Как и на истан Ну что же Большое спасибо Роман Абрафиков Депутат Верховного Совета И вместе с ним Мы обсуждали Выборы В Хакасии Там люди Голосуют За главу Республики И депутатов Верховного Совета Как раз о тех Результатах Которые мы Имем на эту Минуту Сейчас идет Процесс Обработки Голосов К этой Минуте Обработано Чуть меньше 10% Всех Голосов И предварительные Итоги Следующие Валентин Коновалов Пока получает Почти 7000 Голосов Это 61,5% От всех Проголосовавших Есть результаты По кандидату От ЛДПР Почти 16% И почти 13% Кандидат От коммунистов России Вот так сейчас Распределяются Голоса Ну я напомню Что главным Оппонентом Коновалова В борьбе За пост Главы Хакасии Был единоросс Сергей Сокол Но по состоянию Здоровья Он с выборов Снялся В конце июля Он почувствовал Боли в животе И обратился В Абаканскую больницу Там ему поставили Диагноз аппендицит И провели операцию И вроде бы Сокол восстановился Продолжил избирательную кампанию Но 31 августа Он вновь Слег Уже в Москве Как позже Стала известна Причина осложнения После проведенной операции Сокол По данным СМИ Даже попал в реанимацию Как он написал В своем телеграм-канале Врачи К сожалению Категоричны Подняться с койки Получить еще более Тяжелые осложнения Конец цитаты В итоге Он покинул гонку А сейчас Соколу Лучше Он намерен остаться В Хакасии Источники утверждают Что политик Может пройти По спискам Верховный совет Республики И бороться За должность Председателя Верховного совета В общем Не повезло Конечно Соколу Хотя он многое сделал Чтобы стать главой Хакасии Незадолго до выборов Он несмотря на Бронь депутата Госдумы Отправился в зону СВО Служил в одном из Подразделений И за это Даже получил орден Из рук Президента Будем следить Как развивается Эта политическая история Если есть Планы на возвращение В Хакасию Если есть Опять же У нас информация О конкурентной борьбе Которая там происходит Сейчас Явно внимание Политологов Аналитиков Все таки Будет направлено туда Еще очень долго Ну все таки Желаем здоровья Конечно Сергею Михайловичу Мы помним еще по работе В Красноярском крае Здесь он был Вице-губернатором Потом правда Уехал в Иркутск И вот теперь Иркутск променял на Хакасию Посмотрим Что будет происходить Дальше с результатами Они обновляются Постоянно Мы следим за этим В режиме реального времени Новости ТВК Прямо сейчас работают И в краевой избирательной комиссии И в прямом эфире Мы вместе с вами Обсуждаем Первые результаты Трехдневного голосования Оставайтесь с нами Совсем скоро Вернемся в эту студию Продолжим Прямой эфир Продолжается прямой эфир На телеканале ТВК Сегодня мы вместе с вами Следим за результатами Голосования трехдневного Которого прошло по всей стране В Красноярском крае В том числе Как меняются эти цифры Что происходит сейчас В избиркоме Эту информацию Мы с вами получаем В прямом эфире И прямо сейчас В предварительной итоге Выборов губернатора Красноярского края Итак По итогам обработки 30,44% протоколов У Михаила Катюкова 70,49% У Александра Глескова Он второй 11,17% На третьем месте Ирина Иванова 8,41% Далее идет Андрей Новак Почти 6% Ну и у Максима Маркерта 1,65% Ну и появились данные По выборам В городской совет Красноярска Итак По итогам обработки 15,27% протоколов Лидирует партия Единая Россия У нее результат 43,49% Далее идет ЛДПР Чуть меньше 20% Далее партия Зеленые Меньше 10% КПРФ 7,91% Категория Против всех Набрала 4% Всех голосов Далее партия Пенсионеров 3,63% Справедливая Россия 3,5% Новые люди Чуть меньше Чуть меньше Чем 3,5% Яблока 1,34% Родина 1,15% Сверху Ну то есть судя по всему Если вот Расклад такой будет И по итогам Уже официальном Голосовании То у нас будет Сколько? Три партии получается Да? Или даже 4 Причем не очень пропорционально Распределенные Между собой Количественно КПРФ Четвертая партия Получается у нас Единая Россия ЛДПР Зеленый И КПРФ И все Да Ну конечно У Единой России Будет абсолютное большинство Хотя на прошлых выборах Горсовета Она Хоть по По спискам Хоть она и проиграла Но в любом случае Одномандатная круга Также забрала Как Как сейчас получается И фактически Она Можно сказать Что все-таки Единая Россия Укрепляет свое положение На муниципальном уровне Абсолютно точно Мы видим этот результат Сегодня Да И наблюдаем Что происходит Но давайте Не только на город Посмотрим Но еще и на край Понятно что Выбирали губернатора Красноярского края Не только горожане Но и сельчане Наша съемочная группа Сегодня побывала Сразу в нескольких поселках Недалеко от Красноярска Как выборы проходили За чертой города Расскажет Анастасия Харужа Как-то у нас тут Празднично Так все это Но люди идут с настроением А шарики тоже Вот создали Да Чтобы как-то Немножко подбодрить Себя и людей Так подбодривают Себя и людей В избирательном участке Номер 894 В Березовке Марина в этом году Наблюдатель на выборах Впервые Говорит Процедуру голосования На ее участке Не нарушали Все проходит Тихо и спокойно Нет Нарушений у нас не было У нас все спокойно А есть какой-то алгоритм Если вдруг Какое-то нарушение Еще что-то Ну Тогда связываемся С председателем У нас участковый Здесь Дежурит милиционер Сам избирательный участок Находится всего В 15 километрах от города В здании Бывшего магазина Местные говорят Магазина тут нет Уже лет 20 И вот в этом году Нашли зданию применения Оборудовали Включили обогреватели И ждали первых избирателей К слову Наша съемочная группа Была на участке Около 40 минут За это время Ни одного избирателя Мы не встретили А наблюдатели Тем временем Рассказывают истории Минувших дней голосования Которые их удивили Пришла девушка 24 года Проголосовала она впервые Ее привел папа Очень было интересно Да, было позитивно Она на фоне шаров И были аплодисменты Было прекрасно Проезжаем еще 15 километров И мы в Маганске Тут избирательный участок В здании дома культуры Автоматических приборов Для подсчета голосов И камер с трансляцией В режиме реального времени Как в городе Тут нет Зато атмосфера Свойская Все друг друга знают Рады видеть В комиссии говорят Больше всего избирателей Здесь было в пятницу В первый день голосования Ну еще Деревенская жизнь Картошка еще не выкованная Поэтому избиратели ходят Тогда, когда в перерывах Впрочем За 20 минут Несколько избирателей Все же пришли Проявить свою гражданскую позицию Говорят На выборы нужно ходить Лишь бы губернатор был народным Каким должен быть губернатор? Ну Добросовестным А еще каким? Ну и чтобы за народ Спустя еще 7 километров Заезжаем в другой избирательный участок В поселке Березовский Здесь он находится В здании психоневрологического интерната Заходим в небольшую комнату Нас встречают Две кабинки Урна для бюллетеней Три члена комиссии И два наблюдателя По соседству церковь Поэтому на стене Большой крест Музыку при виде съемочной группы Выключают В избирательной комиссии Говорят Люди здесь идут голосовать Как на праздник С хорошим настроением Они говорят Раньше было это Вообще Как праздником У нас было И поэтому С хорошим настроением Никто здесь Не размутился Не пришел Примерно за 40 минут Мы встретили здесь Двоих избирателей Местные рассказывают Что выборы считают Своим гражданским долгом И ходят всегда А еще Делятся своими мечтами Каким должен быть Губернатор края? Классным Классным? Да А еще Должен уважать людей Любить свой край Ну и помогать Превратить наш город В цветущий сад И чтобы люди радовались И дать работу людям Думаете Будет у нас такое губернатор? Конечно Обязательно Сбудутся ли эти ожидания После 10 сентября? Это вопрос Пока без ответа Ясно одно Жизнь в селе Еще мало Похожа на ту Которую местные Описывают в мечтах Но кто знает Все еще впереди Анастасия Харужа Анастасия Масленникова Новости ТВК Вот такая ситуация Сегодня была В деревнях Недалеко от Красноярска В поселках Где тоже сегодня Проходило голосование Наши корреспонденты И там тоже Осмотрели ситуацию И ситуацию на участках Продемонстрировали Сейчас нам в эфире Да Каким должен быть губернатор Классно Вот это да Мне понравилось Действительно Не поспоришь Ну а наши корреспонденты Передают последние данные Как за губернатора края Голосовали жители Красноярска Итак Тройка лидеров Во всех районах Нашего города Одинаковая Первый Михаил Котяков Второй Александр Глесков Замыкает тройку лидеров Ирина Иванова Больше всего голосов Котяков набрал В Ленинском районе Чуть больше 67% Меньше всего В Кировском 63,47% Александр Глесков Больше всего голосов Набрал в Советском районе 20,31% Против 64% За Котякова За Ирину Иванову Больше голосовали Жители Октябрьского района Там она получила 1,19% При этом Котяков Там же 64% А Глесков 15% То есть город Чуть похуже проголосовал За в Рио губернатора Котякова Чем Это тоже традиционная картина Обычно у нас Именно она И появляется На каждых выборах Ну а прямо сейчас На избирательных участках Все еще продолжают Подсчитывать голоса Процедура продлится Примерно до полуночи Как только будут обработаны Все бюллетени Каждый участок Будет обязан Внести итоговый протокол С явкой И распределением голосов В автоматизированную систему Предварительные результаты выборов В Красноярском крае Мы узнаем уже завтра После обеда Однако официальный итог Выборов Краевой избирком Подведет Только на заседании Которое состоится На следующей неделе После этого Кандидаты будут признаны Официально избранными Ну и давай наверное Подведем итоги Предварительные итоги Этой компании Последние у нас Цифры по явке Избирателей На выборах Губернатора Госдумы И дополнительные Законодательные собрания Были на 18.00 Сегодня Краевсберком заявил Что не будет публиковать Какие-то новые данные Так что можно ориентироваться На эти цифры На выборах Губернатора Явка составила 33,47% В Госдуме Явка чуть-чуть больше Там 33,54% Ну а В Назаровском Одномандатном округе Там выбирали Краевого депутата своего И там Явка 37,29% То есть выше чем На выборах Губернатора И депутата Государственной Думы Ситуация с жалобами Тоже сегодня Об этом говорил Председатель Краясберкома Всего три Жалобы Рассмотрены Самая у нас Воскопоставленная Избирательная комиссия Краевой Но это не значит Что не было Других нарушений Жалоб Они рассматривались Территориальными Избирательными комиссиями На горячую линию Поступило Как говорит Подушкин Больше 200 Различных обращений Связаны они В том числе И с той ситуацией В которую у нас Катя Кашутчик попала Она пришла На избирательный участок Себя не обнаружила Хотя по идее Должна была В этих списках быть И очень странно Когда за год Обновляется информация В преддверии выборов Ну у нас теперь Впереди Март 24 года Я проверю Да Уже в марте 24 Мы кстати выбираем Будем голосовать За нового президента Ну да Такую репетицию Перед следующей Выборной кампанией Мы наблюдаем Прямо сейчас И разные регионы По-разному Проходили эту Предвыборную гонку Эту предвыборную кампанию Отличилась Естественно Хакасия Они много говорили Эксперты-политологи Когда была у нас Появлялась Предварительная аналитика По тому Что будет происходить В разных регионах И городах В числе Все-таки Горсоветов Которые сильно обсуждали Красноярск Тоже был в топе Красноярск Екатеринбург Великий Новгород Сегодня также Решают вопрос С городскими советами И здесь Ситуация развернулась Как это ожидали Некоторые аналитики Мы видим Распределение голосов Сильно отличное От того Что было на прошлых выборах Как теперь будет складываться Эмоциональная обстановка Внутри городского совета Которая иногда Там бывает Очень бурной И буйной Теперь будем наблюдать В течение следующих лет Ну вот По данным первого Заместителя губернатора Края Пономаренко Сергея Там все 18 Одномандатных округов На выборах Красноярский горсовет Забрала Единая Россия То есть фактически В нашем Красноярском парламенте Будет большинство У партии власти Она укрепляет Свою Свою Власть Можно так сказать Да У нас в Красноярске На втором месте Судя по всему ЛДПР На третьем Зеленый На четвертом КПРФ Вот эти Судя по всему Вот эти четыре партии Предварительно И будут работать В парламенте Нашем городском Ну и личное ощущение От всей кампании Которая прошла Наверное Не самая предсказуемая Очень спокойная Но здесь спокойная Это наверное Неположительная Характеристика Возможно Многие зрители Здесь мою эмоцию Тоже разделят Я несмотря на то Что работаю С этой информацией Я журналист Я обрабатываю Эту информацию Каждый день Даже для меня Некоторые кандидаты Сегодня на моем Избирательном Участке Были новыми Я с удовольствием Изучила вот эти Стенды Я надеюсь Вы их тоже заметили Если сегодня Оказывались на своем Участке Где распечатаны Фотографии Претендентов На тот или иной пост Где есть Про них информация Меня особенно Заинтересовала Информация о доходах Которую тоже Публиковали На каждом участке Отдельная книжка Там даже была Можно было посмотреть Да, можно прям Это все посмотреть А расписано было Особенно некоторые Кандидаты отличились Я вот сегодня Прям изучаю это Улыбнулась С некой ноткой иронии Когда ты видишь Что человек Отчитывается о доходе В 5,5 миллионов рублей Все хорошо А там еще ниже Приписочка Источник дохода Особие по безработице И принял в дар квартиры Вот такое сочетание У некоторых кандидатов На высокие должности Хорошее сочетание Принял в дар квартиру Меня это удивило Еще один кандидат Тоже указал доход 5,5 миллионов рублей Такая сумма внушительная У него пишет 12 счетов В разных банках Суммарно на счетах Лежит 60 тысяч рублей Где деньги? Да, ну вот Может быть напомню Еще раз Предварительные итоги По выборам губернатора У нас на первом месте С огромным отрывом У него 70% Михаил Котюков Временно Который исполнял Обязанности губернатора От Единой России На втором месте У нас Александр Глесков От ЛДПР Третье место У Ирины Ивановой Вот может быть Кстати за второе место Как раз развернется борьба Потому что Отрыв Ивановой От Глескова Ну да 2-3 процента На четвертом месте Новок у нас От Справедливой России За правду И на последнем месте Менее 2 процентов Кандидат Маркер набирает Это самые первые данные Неофициальные Но пока еще предварительные Потому что подсчет голосов Будет еще продолжен И окончательные результаты Мы с вами узнаем Уже завтра В прямом эфире Новости ТВК Завтра в 20.00 Будут подводить все итоги Будем говорить снова о цифрах Сегодня в прямом эфире Вы первыми в Красноярске Узнали о том Что происходит в избиркоме Как шел подсчет голосов Где были происшествия Где они не зафиксированы И чем отличилась Эта предвыборная кампания До встречи Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok